Дорогие телезрители, мы с вами сегодня проводим уже третью такую евангельскую беседу. И помимо приветствия с воскресным сегодняшним днем, хотелось бы напомнить, что главная тема сегодняшнего с вами беседы, это, конечно же, начинающий с завтрашнего дня рождественский пост. Помните, мы с вами, если кто помнит, говорили о том, что когда мы видим, что наша жизнь настолько стала несоответствовать евангельскому духу, что заповеди Божии потеряли для нас какую-то важность и актуальность, как лекарство, как некоторая экстренная мера, может быть, даже для кого-то, как некое хирургическое вмешательство, церковь предлагает нам пост. Пост, прежде всего, время воздержания, воздержание от греха. Хотя мы, конечно, и не вступаем на пополще поста Великого, но сегодня совершенно не лишнее сказать о том, что истинный пост есть прежде всего оскудение, отложение ярости, осуждение, зависть и клеветы. Вот именно, скажем так, оскудение, отложение всякого греха и есть пост истины Богу приятный. Эти слова мы должны, как некое руководство, запомнить. Конечно, мы привыкли к тому, что время поста, прежде всего, означает воздержание от какой-то еды, от каких-то привычных занятий. И порой забываем, что пост – это все-таки время духовного делания. Это время молитвы. К тому же, даже Христос Спаситель является примером, будучи Сыном Божиим. Целый день проводя время среди бесноватых, умирающих, даже умерших, среди даже малодушных, осуждающих, ненавидящих Его, Он вечерами на всю ночь удаляется для молитвы. Сын Божий, предвечен Сын Божий, Христос Богочеловек, нуждается в молитве. Он обращается к Своему Отцу в молитве и в молитве пребывает всю ночь, чтобы утром снова вернуться к народу, чтобы вновь видеть страдающих, умирающих, умерших и ненавидящих Его, в том числе, тоже. К тому и Христос нам является примером. Если вот для того, чтобы, вот Христос почему молится каждую ночь в тайне, чтобы, для того, чтобы Его, скажем так, Его предназначение от Отца Дамная, именно грядущая голгофская жертва исполнилась, Он и находит подкрепление своих сил, духовных и, видимо, интересов, в том числе, беседе со Своим Отцом. И нам, для того, чтобы наше самое христианское предназначение не было искажено, и нам следует Христо подражать в этом молитвенном настроении. Если мы потеряли на молитвенный навык, если мы не считаем, что надо беседовать со Христом, потом надо мы к лицу, к лицу, если мы даже само слово дерзновение забыли, ведь мы с вами, бывая в храме, слышим, и сподобие нас со дерзновением молиться. Молитва не просто должна быть открыли, молитву слов прочитали, а молитва должна быть со дерзновением. Давайте вспомним и я, и я, и несчастную женщину. «Почему им сказал Христос, чадо Твоя вера спасла? Не потому ли, что их вера была со дерзновением?» Ведь они оба презрели грядущий страх отлучения, грядущий страх на распобеде камнями, вот изгнали из своего сердца всякий страх. Именно некое, скажем, дерзновение и вера там подворились, и они получили желаемое. Еще раз фразу евангелица хочу повторить. «Дерзай, чадо, Твоя вера Тебя спасла!» Вот слово «Твоя вера Тебя спасла» — это здесь некрасивая фигура речи. Конечно, совершенно, поскольку Евангелие больше о них не говорит, возможно, получив истеринь телесная, они, видимо, получили истеринь и духовная. И после Христового воскресения, когда в один день покрестилось три тысячи людей, наверняка они были, видимо, в числе тех, кто первый поспешил стать христианином. Если мы таким образом будем рассуждать, мы с вами нисколько не погрешим. Иначе, как понят слова Христа, «Вера Твоя Тебя спасла». И вот уже, скажем так, подкрепленные своей верой, дерзновенные, эти люди наверняка первыми и покрестились в день Пятидесятницы. И вся их жизнь, возможно, была, наверное, уже исповедничеством Христа ради. И вот время поста как раз время задуматься над всем этом. А насколько случится, что мы с вами быть готовы до смерти Христа исповедовать? Или мы просто любим на Тельный Крест называть себя христианами? Вот мы православные христиане. Храм приходит на Пасху, куличе освящает, за верой прийти, в прорубь Иорданская кнутся. Неужели это есть христианство? Конечно же нет. Христианство прервивается в это исповедание Христа даже до смерти. Смерти же крестной, говорит нам Христос Спаситель, да? Ради которой Он пришел на землю. И мы должны быть готовы до самой смерти Христа исповедовать. И вот время Пасха наступающего как раз это то время, когда мы должны себе этот вопрос задать. А мы, окажись в какой-то ситуации, готовы ли за Христа до смерти пострадать? Или мы, подобно гадарийским жителям, поспешим от имени Христа трещься, чтобы наша жизнь была такой же комфортной, удобной, лишенной каких-то таких неприятных моментов? Вот зададим себе этот вопрос. Если мы готовы на некое Христа исповедование, то и наступающий завтра рождественский пост, 40 дней поста для нас будут временем радостным, желанным. Ведь мы 40 дней, проводя 40 дней поста, мы будем готовиться к празднику Рождества Христова. Мы буквально с сегодняшнего дня, подобно Болхвам, отправляемся в некое путешествие, когда они из Персии почти целый год шли к Иерусалиму. Мы, конечно, не будем идти год, но 40 дней мы, подобно Болхвам, должны готовиться принести Христу, родившуюся в Ефреме Иудеевском, ночь Рождества, принести дары, веру, надежду и любовь. Вот прямо с сегодняшнего дня, даже с завтрашнего, наверное, с начала рождественского поста, начнем в своем сердце готовить некий вертеп, где Христос родился бы, и начнем готовить Ему дары, веру, надежду и любовь. А вот для того, чтобы это было нам проще, удобнее, нам сегодня предлагается евангельская притча, в которой говорится о том, что некий законник ко Христу приступает и его искушает с вопросом, что же ему делать, чтобы спастись. Конечно же, человек законник, прекрасно знавший закон, он прекрасно понимает, что ему Христос ответит, но тем не менее, сам зная закон, зная ответ, он Христу вопрос задает, надежде, видимо, что он сейчас что-то такое скажет, отлично от написанного в законе, он его, наверное, в чем-то улечит. Христос чувствует его лукавство и говорит ему, что сказано в законе, на что законник вынужден ответить. Возлюбить Бога всем сердцем, бережь него своего, как самого себя. Законник чувствует, что он попал в свои собственные лукавые сети, желая оправдаться, вопрос задает Христу, «А кто же этот ближний, кого я должен полюбить, как себе самого?» Христос рассказывает притчу о том, как некий человек из Иерусалима в Иерухон отправляясь, стал жертвой разбойного нападения, остался лежать разграбленный, избитый до полусмерти на дороге. Три человека мимо него проходят, священник, левит и самарянин. Священники, левит наверняка торопятся в храм, на богослужение, идут мимо умирающего человека, при этом иудея, еврея, видят его умирающего, смотрят и идут дальше, ведь их ждет в храме дела, и они не могут позволить себе в храм не прийти на богослужение. Посмотрели, может, пожалели, пошли дальше. Идет самарянин, политический и религиозный враг, лежащего при смерти человека, казалось бы, ведь, согласитесь, как часто нас радует вид страждущих наших недругов. Когда людям, причинившим, может, какое-то зло и обиду, нечто худое с ним происходит, согласитесь, какого-то злораза мы нередко ощущаем. Нам приятно, что эти наши обидчики хоть как-то страдают. И вот самарянин, видя своего врага, по сути, и умирающего, казалось бы, должен был возрадоваться, что вот лежит враг его поверженный, умирает. Однако, когда он подходит к нему, оказывает ему помощь, увозит в гостиницу, оставляет средства, чтобы владелец гостиницы оказал бы ему и далее помощь. На что Христос спрашивает, кто же из этих трех священник левитый самарянин оказался ближним избитому? Законник отвечает, тот, оказавший ему милость, тот и оказался ближним. Почему-то Евангелие сегодня, притча читается, ведь начинается рождественский пост, время поста, время молитвы, время милосердия, время любви. И вот мы не должны в это время некому законнику подавляться. Кому же мы должны сделать добро? Кому мы должны проявить милосердие? Если мы начинаем рассуждать, кому бы оказать любовь, значит, мы законники, Христоискушающие. Этот вопрос у нас, в принципе, не должен возникнуть вообще. Всякий человек в нас нуждающийся, в слове каком-то, может быть, даже в каком-то одобрительном взгляде, всякий человек наш ближний и всякий человек нуждается в нашей помощи, в нашем участии. Равно и наоборот. Поэтому всякий человек, кто нам милость сотворил, и наш ближний, и мы ему ближним являемся. Вот на этой мысли, с пожеланиями на час души спасительный пост я с вами прощаюсь до следующего воскресного дня. Субтитры создавал DimaTorzok